Ой-ёй-ёй-ёй-ёй! Ой-ёй-ёй-ёй-ёй! Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы снова играем The Long Dark. Мы продолжаем третий эпизод, и в прошлый раз мы, играя Астридом, самым настоящим Астридом, мы прошли практически через всю, как её там, долину, короче, через всю неё прошли и пришли в какое-то место. Новый город, которого раньше мы с вами не видели. Который называется... Как он называется? Не помню, как он называется. Короче, здесь выжившие, и нам нужно с ними поболтать. Их здесь целая куча бомжей лежит. Чё разлегли здесь, а? Он встал! Маккензи? Это ты? Нет, я просто помню, такая же шапка была. Вообще, он все шапки, которые сейчас на вас есть, уже переносил. Вероятно, даже, что и трусы, которые сейчас на тебе, тоже он... Стоп, погодите. Они все очень похожи на Маккензи. Это игра «Угадай своего Маккензи», да? Так-так-так, дайте угадаю, дайте угадаю. А, чёрт! Стригерился мужик. Маккензи? Это мой Маккензи, ладно, шучу. О, здравствуйте. Вы с места крушения, как и все остальные? Все койки заняты, но вы можете присесть и погреться у огня. Место крушения? Как вы узнали? Место крушения? Разве вы не помните? Может, последствия шока? Мой самолёт разбился, но это было... Нет-нет, вы разбились вчера за холмами. Звук крушения был воистину ужасен. Я смог услышать его даже во время метели. Разве вы не помните? Послушайте, мне жаль. Но вы, должно быть, ошибаетесь. Я пережила катастрофу, но не здесь. Понятно. Так ощущи, как будто это... В этом месте... Прошу, останьтесь с нами и погреться у огня, пока мы не выясним, откуда вы пришли. Я сначала испугался такой, да? Я думаю, а что... Это что? На что он сейчас намекает здесь? Как будто бы в этом месте собрались люди, которые выжили в той же самой авиакатастрофе, что и мы. Это типа как из разных вселенных, да, люди? Ну, а нет, я думаю, здесь попроще, да? Это же Лонг Дарк, а не... Что-то там, типа... Это не сай-фай, короче. Хотя я могу решить, что это сай-фай. Теперь этот мужик, это капитан Энтерпрайза. А олень на стене, это... Тоже сай-фай персонаж, потому что он из будущего. Окей, где твою мать, я? Что это за место? Это старый общественный клуб в перепути Томпсона. Мы пришли сюда, когда погода ухудшилась три или это случилось четыре дня назад. В домах стало слишком холодно, и нам показалось, что лучше собрать всех под одной крышей. А вчера к нам начали приходить выжившие после крушения. Да что это значит? Давайте спросим. Значит, все эти люди, выжившие после крушения? Большинство, да. Когда по нам ударила метель, в городе и окрестностях было всего с полдюжины людей. За прошлые сутки до нас добрались остальные. Многие пришли с места крушения. А что именно упало? Интернет. Пассажирский самолет. Не могу сказать точно. Многие были настолько ослаблены, что едва могли говорить ослаблены. Если судить по оглушающему грохоту и огромному столбу огня за холмами, там разбилось что-то крупное. Я понял, это на Волчьей горе. Вы уверены, что не помните о крушении самолета? Как думаете, непогода затянется? А как думаете, непогода затянется? Вы не местные, не так ли? У тех, кто придумал название «Отрадная долина», было хорошее чувство юмора. Здесь самая суровая погода на всем Великом Медведи. Но сейчас хуже, чем обычно. А как же Волчья гора? Чувак, ну ты нуб. Да, пару недель назад поднялась очередная буля. Буля, буля! Ха-ха! Самая... Ага. Занесло все дороги. Пока на дорогах снег, боюсь, мы здесь застряли. Кто-то должен прийти на помощь, чтобы расчистить дороги. Я так не думаю. Не теперь. Придется подождать, пока природа сделает работу сама. Но что ждет всех этих людей? Сказать честно? Я не знаю. Скорее всего, я съем их запасы, поэтому я такой толстый. У нас почти не осталось еды. Да и я не удивлюсь, если это ты. Но мы можем растопить снег, так у нас хотя бы будет вода. А в это время года на смену одной метели обычно приходит другая. Все могло бы быть по-другому, если бы у нас оставалось электричество. Сейчас мы можем лишь пытаться согреть и накормить этих людей. А затем ждать, что уготовил нам Господь. Что это было за ухвылочка такая сейчас? Вы кажетесь растерянной. Но выглядите намного лучше остальных. Все такие... Эй! Может быть, вы нам поможете? Я врач. Я могу осмотреть выживших и попробовать помочь им. Звучит как отличное начало. Когда смотрите их, возвращайтесь, и мы подумаем, как им можно помочь. Очень странно ухвылки у него. Здесь все подозрительные. Упавшая звезда. Признавайся. Ты, посмотрите, он не смотрит мне в глаза. Я спалил его, что он всю жратву, блин, плетет, да? А ну не кашляй здесь, я отчитываю мужика. Да, ты смотри мне, мистер жирный священник. Ты же священник, да, кто-то? В любом, если твой труп обыщу, там будет шоколадка, да? Окей, давайте осмотрим этих ребят. Бедолага, бедолага. А это зовут Хлоя. Погодите, ой, этого что? Нет имени? Нет имени? Есть некоторые безымянные. Уинстон. Ой, прости. Прости, Уинстон, я встала прямо на тебя. Ну, просто он уже не желез, понимаешь? Ладненько, давайте. Ну, Беннет, ты мне нравишь, я помогу тебе. Посмотрим, могу ли я помочь. Конкашн. А, лечение не требуется. Не знаю, что значит конкашн, если честно. Но я не могу так позориться и говорить, что я не знаю, что значит конкашн. Я же врач. Поэтому надо одеть свой халат и с умным видом произнести. Боюсь, у вас конкашн. Что это? Знаете, это что-то типа кашель, только конкашн. Да, 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 по всем признакам у вас именно эта болезнь. Я понял это по многочисленным тестам. Кала, которую вы зачем-то отложили в чайник. Я не знаю, зачем вы это сделали. Кто просил, никто не просил. Франклин, у вас конкашн. Кажется, вы заразили нашего друга. У нас эпидемия здесь. Итак, я провел исследование каждого пациента. Изучил внимательно. И сделал вывод, что они все через пару дней пролетятся в красивых бабочек. Это они в кокна просто завернулись. Нормальный процесс. Конкашн. Я должна вас осмотреть. Хорошо, давайте, что у нас там? Риск обезвоживания. А, ну-ка хлебай. Вот, теперь вам станет лучше. Встань и иди. Узрите че-то, которое прямо здесь и сейчас на ваших глазах происходит. Да, Хлоя, че ты тут это? Не притворяйся, давай. Видишь, как это стильный? Я под тебя могу топтаться, как хочу. А тебе даже не больно. Ладно, что там у тебя? Я смотрю вас, хорошо? Переохлаждение. Я согреть вас могу, конечно, но не стану. Дмитрий. Диман. Как ты там поживаешь? Посмотрим, могу ли я помочь. Риск гипергликемии. Черт подери. Ему нужен инсулин. Эти абсолютно здоровые. С ним неинтересно. Уинстон. Посмотрим, что здесь не так. Переохлаждение. Ну, окей. Просто ему нужно валяться еще побольше. Ну, все. Отец Томас. Я смотрела выживших. Многие легко отделались. Могло быть и хуже. То были просто счастливчики. Менее везучих вы найдете в подвале. Да, смилостивится Господь над ними. Одни умерли от ран, другие мы нашли уже мертвыми. Третьих я сам убил. Мы положили их внизу, чтобы оставить тела на холоде. И еще. В общем, вокруг много волков. Да, я их видела. Он смутился тем, что я коснулся его. Думаю, я смогу найти... Ага. Но среди них есть диабетик. Уже скоро нам понадобится инсулин. Вы знаете, где можно найти его? Тревожная новость. Нет, не знаю. Менее дело с диабетом первого типа. В таких случаях тело не может самостоятельно вырабатывать инсулин. Когда его нет, больной может испытать шок. И даже умереть. Что ж, тогда нам придется найти его. И поскорее, пока метель не усилилась настолько, что нельзя будет выйти наружу. Я должен остаться с выжившими и присматривать за ними. Но вы... Вы можете пойти туда и поискать нужные лекарства. Так и сделаю. Куда идти в первую очередь? Не откажись от совета. Большинство домов здесь уже пусты, но... Может быть, там удастся найти немного припасов для выживших? Наш диабетик с места крушения. И находится здесь уже день или два. Возможно, инсулин есть в багаже этого пассажира. Там, на месте крушения. Как же я найду его? Вам придется проверить каждую сумку и надеяться на лучшее. Хорошо. Тогда вы тут присматривайте за всеми, а я вернусь так быстро, как только смогу. Спасибо вам за помощь. Есть еще кое-что? Да. Многие выжившие измотаны. Знаю, это последствия крушения. Но я уже видел подобное раньше. Чтобы выжить, людям нужна надежда. Но если надеяться больше ни на что, нужно смириться. Эти люди... Многие из них летели не в одиночку. Они раздавлены горем и переживают из-за своих близких. Их мучает чувство вины. Почему они выжили, а остальные нет? Вы можете помочь им найти смирение. Но велика вероятность, что осмотр место крушения станет далеко не самым приятным занятием. Я уже видела смерть. Да, вы врач, поэтому понимаете, насколько хрупка человеческая жизнь. Я же больше разбираюсь в хрупкости человеческого духа. Те, кто потерял своих близких, если вы подарите им смирение, они смогут быстрее начать свое исцеление. Да, согласна. Известно, что разум и тело неразрывно связаны. Если найдете любые вещи, любую информацию, которая поможет опознать тех, кто не выжил в той катастрофе, эта информация поможет исцелить их раненые души. Возможно, тогда у них появятся силы пережить новый день. Сделаю все, что смогу. Буду искать удостоверения, документы, все, что поможет опознать погибших. Тогда возьмите это, дитя мое. Не, я не из верующих. Прошу, оставьте себя. Ведьма! Это не для вас. Прошу, порадуйте меня. Я не понимаю. Сейчас я не могу проводить их души в последний путь, но если эти четки будут у вас, пока вы следуете место крушения, вы принесете утешение старому священнику. Пусть я не смогу помолиться за них, но это меньшее, что я могу сделать. Святой Отец, не хочу вас обидеть, но неужели вы действительно в это верите? Возможно, вера, это все, что у нас есть. Жирный урод! Ты отправляешь женщину, доктор, которая доктор, которая по-настоящему важна. Вот здесь, вот сейчас, в этой ситуации, которая должна остаться с больными. Ты, жирный урод, почему ты не идешь сам, зная, где находится место крушения? Вручает мне чечетки свои. Постыдись, блин! Если хочешь веру доказать им, то иди, блин, сам и найди инсулин, козлина. Ненавижу. Итак, ты еще жива? Пока что да. Но в городе есть люди, которые не выживут без помощи. Ты идешь к месту крушения? Откуда это вы знаете? Ты рисковала жизнью, чтобы попасть сюда и помочь больным людям. Ты пришла ко мне на помощь, когда я застряла в амбаре. Поэтому ты не дашь замерзнуть в доспете горстки выживших. Да, я хочу помочь с жертвами крушения. Только на чудо не рассчитывай. Метель длится уже несколько дней, да и волкеры ищут повсюду. Вряд ли кто-нибудь выжил. Надеюсь, вы ошибаетесь. Ага, я оставил тебе небольшой подарок. Послушайте, я не думаю, что... Расслабься. Тебе же надо кому-то доверять, да? Можно ли доверять той, у кого в подвале лежит труп? Справедливо. Но если захочешь выжить, загляни в багажник синего седана. Там за качелями. Ну, хорошо. Тогда спасибо. И берегись волков. Не, я реально вспылил на этого чела. Он вообще неправильный. Женщину отправлять в эти стрёмные места, где ищу волки, вместо того, чтобы самому это сделать, уже давно он мог бы это сделать. Исцелить он так хочет всех. Так, нам нужен синий седан. О мой год! Смотрите! Это волк обновленный. Он за мной. Ой, блин! Че я присел? Че я присел? Я эту кнопку нажал и присел на чёчки свои. Я буду, короче, шарить у тебя. Понял? Я сейчас буду шарить. Что это? Повязка забрать. Я всё заберу у тебя, священник. Посмотрим, будет ли твоя вера сильна, когда я всё заберу. Ха-ха-ха! Я с этого... А, закрытый. Чёрт! Гвоздодёр нужен! Цель, найдите упавший самолёт. Это нам нужно вот аж сюда идти. Погодите. Нас не ведут на Волчью долину, да? В общем, нам нужно вот обойти-то здание, и вот здесь в машине будет подарок от Молли. Окей, гоу. Кстати говоря, уже ночь. Чё-то я не знаю. Мне кажется, не нужно мне идти сейчас туда. Нет, всё, я спать. А, чёрт! А где же я буду спать? Может быть, вот здесь, в перепуте Томпсона, будет кроватка. Всё, я пошла. Ну всё, они теперь... Меня просто палят здесь. Подвиньте. Мне поспать надо. Нет? Стоп, погодите. Тут рядом прямо есть грузовик, в который мы можем сесть. Пикапчик. Давайте попробуем. О, мой гад! О, мой гад! Где? Забавно они обновили Волка. Теперь он стал симпатичный. Их двое здесь! Ну чё, они ушли там? Ждём, ждём, ждём. Выходим. Да чё за говно? Слушай, я так долго здесь не могу сидеть. Нам нужно попасть в то здание, следующее. Сейчас они уйдут. Подождём пару секунд. Понеслась! Понеслась! Вон он дом! Ой-ёй-ёй-ёй! Ой-ёй-ёй-ёй! Ой-ёй-ёй-ёй-ёй! Скорей! В машину! Вот так, хоп! Хоп-хоп-хоп! Хоп-хоп-хоп! О-о-о! О-о-о! О, нямка! Всё-всё, вы проиграли. Я смог от вас убежать. Скорее в дом. Ой, он закрыт! Слушайте, они, по-моему, вообще очень умные в этот раз. Так, дом ещё с другой стороны. Видите? Индикаторы даже до сих пор внизу показываются. Они двое преследуют меня. И мне нужно им навалять. Вот что хочет Игорь рассказать. Но я что-то не готов. Так, выходим. Надо в тот дом попасть. В тот дом! А-а-а! А-а-а! Скорее! Лежите, блин! О-о-о! 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 Утром? Да, с добрым утром. Но пока как-то ещё темновато. Ничего. Она не мешает тырить. Она не мешает это лакать. Всю воду из туалета. А, орешек попал. Что у нас тут? Потрёпанная сорочка. А я могу носить потрёпанную сорочку? Нет. Она бесполезна. За что потрёпанная сорочка? Почему ты так поступила? В холодильничке что? А, ничего. Ну спасибо, блин. Окей, нам теперь надо каким-то образом попасть туда и получить подарок от Молли. Я бы был очень рад этому. Кстати говоря, у меня же есть револьвер. Сейчас я надеру задницу пушистеньким. Они ушли. Отлично. Нас в пикапе. Квастодёр. Пошли грабить священника. Ладно, пока давайте не будем пистолет держать в руках. А то я опять случайно выстрелю. В почтовом ящике. А есть чё? Газетка. Впервые, по-моему, почтовый ящик. Стоп, посмотрите, что это? Закрыто. Вофигу. Теперь можно идти вниз. Тут, надеюсь, лёд не тонкий. Я не хотел бы провалиться. Что-то звуки такие. А ну тихо. Я пугаюсь. Как правило, в лодках что-то есть. Ну что там, лодка? Я разочарован в тебе. Тут, а я... Теперь я баба, блин, опасность. Стоп, стоп, стоп. Не надо, не надо. А, да. Кажется, в этом лесу завёлся новый хищник. Там цепушка. А вот и машина. Возможно, кстати, это она. Морские фальшфейеры. Такого ещё не было в игре. Они очень яркие и громкие. Они могут отпугнуть даже лесных волков. Тут целая куча. Это всё от неё? Это от Моли, да. Спасибо большое. Хороший подарок. Надо будет потом проверить, как это работает. Мы не уйдём, пока не ограбим того священника. Стоп. Риск переохлаждения. Найн. Только вот здесь и здесь встать. Что будет? Минус два. А если отойти? Инвентация, это работает. Только, видимо, недостаточно тепло мне. Я пришёл с конкретной задачей. Где-то здесь были ящики, шкафчики. Во, 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 вот они. Сейчас взломаем. Откройте кухону. А, блин. Он закрыт. Кажется, Вера охраняет этот шкафчик. Интересно, от чего? Так. Где-то-ка? Исполивающе. Отлично. Местные легенды. Снежный человек. Книга. Подробно рассказывающая о таинственном существе, которое обитает в лесах Отрадной долины. Никто не знает, как давно среди жителей Отрадной долины начали появляться слухи о существовании снежного человека. Но всем известно, что местные байки о таинственных фигурках, фигурах в лесу с каждым годом становились всё невероятней. Очень содержательная книга. Очень много текста. Ну, возьмём, сожжём её. Окей, раз мы всё равно сюда вернёмся, давайте-ка возьмём и сложим весь уголь, который мы нашли. Все 10 углей, вот, сложили. Просто вывалил, как кучу этого. Всё равно перевешан. Всё, отогрелись. Спасибо большое. Я пошёл. Опа, кваснодёр здесь всё это время был. Окей. Я думаю, нам стоит пройтись по каждому домику, обчистить его. Потом вернуться опять к священнику, сложить всё барахло про запас. О, блин, здесь погром случился, кажется. Попахивающий сельдевидный сиг. Приготовленный. Ну-ка, может, сожрать его просто? Нь-ням, нь-ням, нь-ням. Попахивает свежестью. Потрёпанные штаны карго. Видели, насколько они потрёпанные? В целом, неплохо так залутали домик. Теперь можно идти дальше. А это что такое, гриб? Так вот где торговал тот самый чувак, который на три пня грибов набрал. Здесь он любил торговать, оказывается. Наверняка он огромное количество денег сделал на этих грибах. Дом конфискован банком за неоплату кредита. Видимо, грибной бизнес не такой уж и прибыльный. О, что это? Ты что такое? Что-то есть. Левитирующая палка. Вот так. Вот просто вот здесь. Странный шефт, мерещится астрид. Напоминает о прошлом. Ящик для угля. Ой, как много угля. Возьму, конечно. Остался ещё вот этот домик. Целый день трачу на это. Но на того стоит. Я буду богат. В новом мире, когда деньги перестанут играть какую-либо роль. Богатый будет считаться тот, у кого много лута. Не утаивайте лут от меня. Ведь у меня ружьё. О, как прикольно сделали. Такого, по-моему, тоже раньше не было. Что это? Маска? Кто не понял отсылку, это из фильма Маска. Ну что ж. Теперь у астрид есть всё, чтобы сделать из себя бандюгана зимнего. Зимний мститель появился. Это плюс 4. Это плюс 9. При том, что она не до конца отремонтирована. Давайте отремонтируем и шапочку тогда. Ну разве не белиссимо? Посмотрите, вот он. Зимний мститель. Женская версия. Осталось только с церковью разобраться. Сейчас всё будет. Заходим. Оу. Впервые вижу в этой игре приличную церковь, которая не разрушена. Кто был на проповеди с батончиком? Смотрите, текст. Квест. От епархии северного побережья. Кому? Отец Томас. Приход перепути Томпсона. Тема. Взломы, кражи имущества. Ой, кажется, это про меня будет сейчас говорить. Все мы перебывали в печали, когда узнали о недавней краже. Я говорил с констеблем, и если информация, полученная им по телефону, верна, следы ведут в старый дом неподалёку от места под названием Гребень Скиттера. Вы слышали о таком? Он выходил с вами на связь? Он обещал, что расследует это дело, но тогда ему пришлось бы отправиться на остров Великого Медведя. И вы знаете, чем это может обернуться. С нетерпением жду вашего ответа. Епископ Стивенс. Ну, давайте возьмём. Хорошо. У нас теперь есть квест? Чего-то не хватает. Исследуйте домик недалеко от Гребня Скиттера. Последнее место... А это где? А, это аж здесь. В принципе, по пути мы можем исследовать. Погодите. Про снежного человека тоже появилось? Я-я-я-я-я-я-я-я-я. Вы думаете, нам стоит туда пойти и посмотреть? Стоп, ещё одна записка. Расследование по делу пропавшей древности продолжается. Пожалуйста, свяжитесь с отцом Томасом и передайте ему всю имеющуюся информацию. Приходской совет. Окей, хорошо. Всё, уходим отсюда. Идём к Томасу. Сейчас всё сложим и пойдём на поиски снежного человека. Мне кажется, это гораздо важнее, чем чувак, которому нужен инсулин. Нафиг надо. Что? Нужен инсулин? А? Да пошёл ты. Тут снежный человек. Сенсация года. Это же уникальный случай. Мы должны его расследовать. Мы станем супер популярными. И потом мы станем настолько популярными, что нас будут узнавать на улице. Они будут спрашивать у нас. Это вы, Астрид? Я буду говорить, да. Отец Томас. Я тут сложу своё барахлишко. Бросите весь уголь. Нафиг все эти книги тоже. О, так. Смотрите, сколько барахла я сбросил в итоге. Не трогай это. Понял? Не трогай. Значит, смотрим. Чтобы нам попасть к снежному человеку, нужно пойти сюда. Вот прям туда. А как? Как нам туда попасть? Видимо, надо прям вот так взять и пойти напрямую. Ну, Астрид, ты, конечно, искатель приключений настоящий. Ой, ой, ой. Чё там? На кого он скалится? На кого скалишься? Ой. Ой. На меня? На меня. Твари. Нет. Давай сдохнем. Встал. Чё это было сейчас? Я, конечно, волк. Я многое повидал, но... Ты чё это за говно? А, блин. Прости меня, волк. Я хотел всего лишь напугать тебя. Чуть-чуть подстрелить. Слегонца. Не завораживайся пока. Где твой друг свалил? Цикла. Кошмар. Много мяса. О, боже мой. 47 минут всего. Давайте-ка быстренько разведём костёр. Давай, 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 давай. Есть. Добавить. Бэнк, бэнк. Хорошо. Резать волка. Собрать. Стало совсем темно. Мне здесь не нравится. Нет. Только я сразу свалил, как только я навёл пушку на него. Понял, к чему всё идёт. Кто стремительно идёт обратно. Сыт, сыт, сыт всё-таки. Ладненько, нам ну придётся переждать ещё ночь. Окей, хорошо. Всё, всё нормально, всё нормально. Мы выжили. Ты не устал здесь стоять? Ты словно вечный огонь охраняешь. Давайте-ка начнём готовить. О, хорошо. Позвольте мне расположиться здесь. Добрый сэр. Вот тут. Пусть будет так. Я бы, конечно, предпочёл здесь, поближе к камину, так как я делаю очень сложную работу и выполняю самое важное, что сейчас есть на данный момент. Я думаю, я заслужил нормального места. Также мы должны кинуть, просушиваться. Волчья шкурка бросить. Кишки. Бросить. Кстати, у нас ещё чертовски много воды, я думаю, мы можем половину сбросить. Вот так. Готово сожрать риск кишечных паразитов? А почему? Волчье мясо что, оно с паразитами? Я же приготовил его. Чё-то такого раньше не было, жрал спокойно. Теперь я буду с глистами ходить. Старайтесь больше не есть мясо хищников. Слушайте, они прям заставляют меня убивать добрых животных. А вот это вот, что это за шкала, которая набирается? Чё даёт? И как нам, собственно, это вылечить? Антибиотики применить? Может быть, не надо было применять? Твою мать. Это считается? Нет. Я просто так сожрал антибиотиков. Ещё хуже себе сделал. Астрид, не полись, ты же врач. Как лечить глистов? Давай, думай. Ладно, это просто риск кишечных паразитов. Это не кишечные паразиты ещё. А значит, всё нормально. Я думаю, даже всех угощу мясом. Бросить, 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 бросить. Налетайте. Налетайте. А, да, больше не можете. Окей, я думаю, что на этом стоит закончить. В следующий раз пойдём обязательно, ну вы знаете, на самую важную миссию во вселенной. Поиски съежного человека, конечно же. И это будет всё в следующей серии. Оставайтесь со мной. Спасибо, что смотрели. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь. Вступайте в группу ВК. Вступайте в мой инстаграм. Ссылки будут в описании под видео. С вами был Юджин. Люблю вас всех. Обожаю, целую, обнимаю и даю вам всем пять. Вы готовы? Раз, два, три и пять! Субтитры сделал DimaTorzok